Снегопадал белый сахар, свет волшебный преломляя. В этот вечер ты и я. Мы запустили краудфандинговый проект в надежде собрать денег на тур, но это было для людей очень неожиданно и непонятно, потому что люди собирают на альбом, люди собирают на какой-то проект, еще на что-то, но на тур для людей было совершенно неясно, какого черта люди едут зарабатывать деньги, но в туре же за тур получают деньги, гонорары какие-то. А тут мы еще и на это, еще и с людей собираем деньги. Мы попытались максимально доходчиво объяснить, собственно, чего и на что деньги. И, конечно, спасибо всем, кто нас поддержал, это было прекрасно, хороший опыт, замечательный, но собрали бы где-то половину из заявленной суммы. И поэтому проект, слава богу, все-все-все в общем, вышел где-то в ноль, это так, с натяжечкой, но короче в ноль вышел. Но зато мы порадовались, потому что были действительно люди, которые просто давали деньги, без никаких лотов, им ничего не нужно было взамен, и они активно очень нас поддерживали. И просто огромное спасибо, потому что это действительно доверие, вера и большая помощь и поддержка. Музыка И там очень круто впитается, вообще супер замечательно оркестр. Действительно, это достаточно амбициозно, потому что, когда все эти крупные и большие оркестры это делают, у них есть финансовая возможность, как минимум, позвать классного пацана, который сделает кайфовые аранжировки, там, вывести вообще оркестр, куда-то дожить, потому что мы же хотели тур. И поэтому было сложно вообще поверить в реальность этого всего. Музыка 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 Тобе далеко и далеко А гради цела в солнце и не скинчено Дови подрид меня Бо мне воно без тебя Деда, Деда, Деда Мы познай, я милый стри Дичь нас дядя моя И когда ты слышишь Мой душевицею Листям берем взлитаю В твою, в твою весну Деда, Деда, Деда 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 Саранжировки Это был целый отдельный кусок, который был полон непредвиденной для нас ситуации Потому что мы на репетиции заложили две недели И подумали, что две недели репетиции с оркестром нам, конечно же, хватит Нам не хватило даже месяца, по факту И самый прекрасный был момент, поскольку в этом туре с нами ездила наша Катя со своим мужем Это Катя была нашим сценическим звукорежиссером А ее муж Денис был на бэклайне, занимался мониторингом У Кати ее мама концертмейстер Она по прошествии же и по проделыванию всей работы сказала Мое имя не называйте Катина мама большой перфекционист Но дело даже не в этом Просто мы, когда я закончил черновые варианты партитур Просто взяли все это в охапку и поехали в петушки Потому что Катина мама сейчас живет в петушках И мы просто приехали к ней на неделю Но в петушках просто стоят вот так две высотки и вокруг поля Да, какие петушки вы стоили Ну, это эти самые петушки, Венечка, Ерофеев Прекрасные места Вот, и мы целую неделю Катина мама поднимала нас в 8 утра Мы делали себе овсяную кашку Заваривали кофе Прогуливались иногда вокруг этих двух торчащих высоток Дышали свежим воздухом Приходили и по 14 часов в день За старым таким синтезатором, кажется, Касси Убивали маму Кати Да, мы полностью разбирали каждый голос Перерабатывали всю фактуру Чего-то написывали, переписывали Но это было очень здорово Потому что многое поменялось А на первые дни к Евгению отнеслась Как к современному композитору И типа Говорила, Евгений, ну что вы хотели сказать Этой фразой здесь В общем, у них был очень милый диалог Потому что Ну, они как бы разговаривали на одном языке А я разговаривала же с ними Вот этим птичьим Типа, а, тут надо веселее И там еще какую-нибудь хрень Да, Катина мама проводила У нее была отдельная программа коучинга По взаимодействию с оркестром Она собиралась приехать Во время репетиции И воспитывать наш оркестр Потому что она слушала записи Мы до этого сделали несколько репетиций Она хваталась за голову и кричала Женя, так же нельзя разговаривать с этими Ну, как с оркестром вашим Типа, надо быть жестче Ну, я согласна Потому что Евгений не делал так Типа, типа Типа Типа, типа Вот так это было приблизительно Конечно, не все разладилось Это как школа Да, в общем, это был очень интересный опыт И в итоге Мы же пролепетировали Мне кажется, у нас было полтора месяца репетиций Если не больше Ребята все спрашивали Женя, зачем, черт возьми Мы репетируем так много Мы все же привыкли взять партитуру Две репетиции и поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это отдельная история, я искала перья очень долго, я обзвонила все птицефабрики, потому что мне нужны были серые перья, голубиные. В итоге я поняла, что нигде их нет, мне предложили в конце концов просто их собирать на улице. Я сказала, о нет, спасибо. Ну, в общем, нашла и черные перья, неважно. И вот у меня было два костюма. Один такие перья, значит, на уши надеваются такие кафы, и глухое белое платье. А второй костюм у меня была шапка с бабочками, такая огромная, под которую надевалась еще одна шапка. И так как я не придумала, как она должна крепиться на моей голове, она была из проволоки, вот тут вот проволочкой вот так вот скручивалась. Ну и платье такое с открытой спиной, все такое. И я должна была посередине концерта переодеваться, так как во всех остальных городах такой возможности не было. Я понимала, что, в общем, как-то я не придумала, как это сделать технически, вообще, что-что. И я очень переживала. То я решила, что я это сделаю в Харькове. Я договорилась с орфисткой, так как в программе толком этого не было. Я договорилась с орфисткой, что она будет играть какое-то соло, что она могла делать, мы уже проверили. И когда я ей дам отмашку, значит, что я уже готова, она его прекращает, Юджин нажимает на старт, в общем, у нас. И все начинается, значит, музыка пошла. Если без соло орфистки, у меня было минута 40. Ну, нужно учитывать, что со стороны кулис, куда уходила нато, мне светил в лицо прожектор. Поэтому я не видел, что там происходит. Да, и, значит, я тренировалась дома, мне нужно было 2,5 минуты для того, чтобы переодеться. То есть, как бы, там, с этсинейрами, со всеми делами, в общем, с проводами. Но 2,5 минуты я не учла, что в спокойном состоянии. И там, в третьей покупке. И вот я ухожу, значит, за сцену, делаю окей. Орфистки, она делает окей мне и начинает играть. Ну, у меня в ухе, конечно же, играл метроном. Я скидываю платье и слышу в уже отлетающем от меня моем инейре, в общем, наушнике, как включился метроном. Я не понимаю, что происходит. Я поворачиваюсь и вижу убирающуюся руку Юджина в компьютер. И я понимаю, что он нажал на play. И с этого момента у меня есть минута 40. И, то есть, я сначала такая бодренькая, а потом я понимаю, что у меня нога, господи, земля уходит из-под ног. И такая, и все замедляется. И если бы не была моя подруга, в общем, за сценой, которая просто чуть не хвустала меня по щекам. А у меня вот такая, думаю, так, надо накидывать платье обратно. Серьезным с ним будем переодевать. Я же не успею. Я говорю, я хватаю это платье, запутываюсь с ним полностью. Она мне говорит, так, спокойно, спокойно, все нормально. Я начинаю далеко прыгать за сценой и показывать оркестры типа по кругу. В этот момент я понимаю, что происходит, с другой стороны делаю те же жесты, ребята. В туфлях, стрингах и со шнурком на поясе. Потому что на шнурке у меня висел и ныр. Вот. Оркестр не может понять. Ну, меня не видно за сценой, потому что, да, как бы, ну, там темнота. Единственное, кто меня видит, это барабанщик, он смеется. В общем, его... Ну, и, в общем, смешно, действительно. И вот я понимаю, что я... Вот так вот у меня руки проваливаются одна в другую. У меня все не вяжется. Но я как-то надеваю это платье. Второе. Надеваю... Вот это моя шапка космическая с бабочками. У нее под ней была одна маленькая черная шапочка. Сверху надевается эта проволочная уже штука. Она достаточно тяжелая. И я от страха закрутила ее. И очень сильно закрутила ее. У меня так... Открутить обратно не получается. И в этот момент я забываю, что я забыла надеть наушник. Ну, а он должен был надеться сперва под шапку. Короче, я начала запихивать туда этот наушник. Ну, в общем, в итоге... Мне казалось, что я все делала очень быстро. Я переодевалась 7,5 минут. В Одессе, кстати, да, мы тоже в кинотеатре играли. Было интересный опыт. Там было дико холодно. И был случай... У нас очень маленького роста контрабасист был. И решили, короче... Мы ехали туда. Одесса – это единственный город, куда мы ехали на поезде. И контрабас решили не брать с собой. Ну, точнее, он играл на консерваторском контрабасе. И он не мог его повезти, потому что он переживал с него. Ну, и надо было найти контрабас на месте. И мы нашли контрабас на месте. Единственный. А это был контрабас очень высокого контрабасиста. И ножка там не менялась. Не менялся, в общем, как-то... Шток. Да, шток. Но шток был деревянный. И поэтому прямо при нас чувак принес контрабас. Посмотрел на этого басиста нашего, который на голову его, ну, минимум, ниже. И говорит, а, я понял. А это была одесская киностудия. И он такой, есть здесь где-нибудь пила? Вы такие, зачем пила? Мне, потому что кое-что подпилить. И мы ведем в другой павильон. Чувак просто берет пилу и отпиливает сколько надо. Такой, что померил, померил. Отпилил сколько надо. Я такой, на. В общем, это было, ну, очень решительно и красиво. В общем, в Одессе концерт этим запомнился. В Запорожье был самый теплый, наверное, концерт. И просто там человек 450, наверное, было в зале. И они невероятно поддерживали нас. То есть такое ощущение, что был какой-то, я не знаю, диско-концерт. Потому что они кричали, молодец! Давай! Давай! У нас, в принципе, это было очень все душевно и приятно. Но это был явно любопытный для нас опыт, потому что краудфандинговую компанию мы все-таки закрыли. И это для нас был однозначно положительный момент. Понятно, что все концерты, которые мы запланировали, они не могли состояться по той причине, что в момент, когда тур таки начался, в стране была совсем не та ситуация для того, чтобы организаторы были в состоянии идти на какие-то потенциальные риски. Ну и как бы это понятно и неудивительно, поэтому для меня приятно то, что хотя бы те концерты, которые у нас были, они все-таки состоялись. И на этих концертах было много людей. И какой-то отвлек все-таки мы получили. И, естественно, у нас накопился определенный объем опыта, который мы сможем, если что, когда будут новые обстоятельства положить в основу. Не виляй, известная дорога, не теки по надрезу в ручьи на небесной воде, звезд так много, Как на глади морской кораблей, время стань, не вертись, жалый месяц. Спрячься, свет, в самом тенистом месте, не играй, старый мой патефон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До любящих беспочных людей Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok